Доброе утро, девчонки и мальчишки. Поздравляем с первым учебным днём, девчонок. И Макса, кстати, сегодня ведёт в первый класс. Филя тоже проснулся, чтобы проводить всех. Бабушка себе купила вот такую дорожку беговую. Она на ней, конечно, не бегает, ходит. Она не электрическая, а именно... Когда начинаешь ходить, она начинает крутиться. А только с батарейками. Да, здесь такое штабло, можно время, шаги. Тут шаги, тут время, тут километры, тут как быстро. Километр в час – это калории. Вот телефон. Вот так вот она у нас каждый день ходит, тренируется. И мы тоже бегаем. Здесь нужно плюс-минус нагрузка. На улицу не всегда у неё получается выходить, поэтому дома она должна ходить каждый день хотя бы. У нас вообще тут, вон, какой спортивный комплекс. Занимаемся спортом. Такой вот столик. Тренажёр и скакалка. На скакалке я прыгаю. И вот такое вот колесо для пресса, для рук. Вот такая вот груша боксёрская. Здесь внутри водичка, чтобы она вот так вот, когда болталась, не двигалась. Это у нас Макс с Каролиной боксирует. Это Макс? Красные перчатки Макса, белые Каролины. Ну вот эти удобнее, потому что тут места мало. Боксёры растут. Вот так. Мы всё равно тут тоже не помещаемся. Ксюшка подстриглась, многие заметили, писали в комментариях. Так что мы собираемся. Девчонкам сегодня к девяти. Максу сегодня в восемь двадцать. И Каролине в десять пятнадцать, по-моему. У Каролины с Максом они только по часу будут. А у девчонок обычный учебный день, да? Сегодня им к девяти, а вообще обычно им к восьми пятнадцати, да? В восемь двадцать. И поедут они на велосипедах. Ксюже теперь нужно покупать проездной билет. Она будет ездить на автобусе. Тоже не всегда будешь на велосипеде. Пока погода хорошая, можно на велике. А когда будут дожди уже, нужно будет покупать билет. Вы сегодня фотографируете здесь, Марго? Вы? Они сегодня даже сразу в первый учебный день фотографируются со всем классом. А Маргарита послезавтра? Маргарита послезавтра. У нас вообще фотографировались в конце года учебного. Вот мы проучимся, заканчивается учебный год и мы делаем фотографию. А здесь наоборот, начинается учебный год и детей фотографируют в начале учебного года. У нас тут живет бабочка. Гусеница сделала себе кокон прямо на нашем бассейне сбоку. И вот недавно вылезла такая красивая бабочка и почему-то летать не может. Может быть, ее дождем прибило, потому что была очень сильная гроза. А теперь она у нас вон там, мы ее прячем от Фильки. Вот она у нас тут сидит, красавица. Никак, ни в какую не летает, не знаю почему. Что-то случилось, что-то у нее повредилось. До пяти. До пяти завтра? У меня было бы до всего яра, до пяти. Макс у нас южик, Каролина дракончик. У меня завтра будет датс и турнер. Немецкий спорт. И ходить Каролина будет в понедельник два раза в обед. И Макс тоже в понедельник. И во вторник. Чуша вчера тут доску повесила, чтобы я смотрела. Я же постоянно спрашиваю, тебе во сколько, тебе во сколько. Чтобы я не спрашивала, сразу посмотрела и все. Маргоша поедет на папином велосипеде, на электровелики. Да, но полная. Моя, полная. А Ксюша поедет на моем. Раньше я на нем ездила, теперь она будет ездить. У нее нет этого. Че? Или ты ей дай свой? Пап, не, мы же можем вместе. Вместе присоединить? Два велика? Где мой? Не знаю, смотри. А, вон он висит, да? Нет. На паука чуть не на это. Чуть меня паук не поймал. Здрасте. У нас вот такой ураган недавно был. Аж даже это... Сухие листья налетели непонятно откуда. По-моему, с этого куста. Играет он, сидит. Все, уже школа началась. У всех с прошлого года рюкзаки Максу новые взяли. Хотя он у него первый же. Ну, я тоже, наверное, новые куплю. Каролина с тем же пойдет? У нее хороший, в отличном состоянии. Максу вот такой взяли, покемон. Магуша с тем же ходит. Ксюша тоже с тем же ходит. Вообще-то Ксюша себе новые хотела. Надо через интернет заказать. Я хотела еще в прошлом году тебе показывала. Помнишь, в клетку? Да, но какие-то проблемы... Проблемы были какие-то с отправкой, в общем, с покупкой через интернет. Ты что делаешь? Поэтому не получилось. Все, обуваемся. Макс, твой рюкзак готов? Пошли. Она-то на электровелике едет. Она за 10 минут может доехать, а ты нет. Я буду держаться? Да. Все, давай. Первый раз в первый класс. Когда он поедет, вы не будете дома? Нет, мы уже уйдем. Кто-то тут у нас убежал, лежит деловой. Боня, лови его, лови его давай, лови. Боня, лови. Лови его. На, держи. Он дверь сам открывает. Что мне там делать? Посмотришь, вы просто познакомитесь, посидите, пообщаетесь. Порисуете что-нибудь. И все. Первый день только... Сегодня у Макса только полтора часа школы. И у Каролины тоже. А почему у нас нет? Я хочу с Каролиной идти. Каролина потом придет, когда у тебя закончится. Да. Ладно, девчонки, пока. Мы уже не увидимся, только в обед. Давайте, удачи. Осторожно на велосипедах. Я приду в 9. Нет, в 9.30 я приду за Каролиной. Мы уже вернулись со школы. Макс остался там. Ему еще 20 минут. Ты гулять хочешь? И никто не выгулил, да? Просится на улицу. Через 20 минут Лео пойдет, заберет Макса и пойдет Каролина. Нужно погладить ей футболку. Пошли. Давай, иди. Так, ну рассказывай. Свой первый день в школе. Уже домашки задали? Ну-ка, показывай. Уже домашнее задание дали. Ой, осторожно. Вот такая вот папочка у них. Это мне надо делать. Это они будут учиться читать. Это ты. Это буквы. Папа, если ты не знаешь, что делать. Я тоже буду учить, да? Если ты, если я. Потому что мы не знаем, что никто. И это тоже, да? Макс, ты когда подписываешь... Макс, ты когда подписываешь свои листочки, пиши просто Макси. Хорошо? Достаточно. А я напишу Макси. Да, но это долго. Долго пишешь. Пока ты там пишешь, они уже задание выполняют. Просто напиши Макси, ладно? Мама, можно я с вами? Нет, там нельзя заходить. Куда? Ну ты же уже был? Там теперь Каролина. Нет, только на улице ждать. А что, ты один будешь на улице ждать? Нет, нет. Дома посиди. Готова, Каролина? Конфетка! Вчера Филька вон поцарапал, как сильно. Хорошо, что в глаз не попал. Тебе тоже конфетку дали? Или только мне дали конфетку? Вот такой вот шоколадки подарили всем мамам. Папам нет. Только мамам. А, вот тебе что дали. Папа, а это от тебя. А это Мина. Потом поделимся со всеми, да? Папа, это от тебя. Вот так. Мама, у меня есть уже такое. Хорошо, пошли. Давай, давай, я знаю, что не хочешь. Давай. Круто там было. Круто, понравилось? Молодец. Почему без велосипеда? Мама, знаешь, как сложно. Да? Потому что она хотела, чтобы я на ней держалась. Да, конечно. Знаешь, как сложно, я так чуть не упала. Конечно, это сложно. Руль не туда повернется, и все. И велик там оставила теперь? А как обратно? Наверное, нахуй так я поеду с великом. Вернись на велосипеде, и все. Фотографировались? Нет, мам, так. А, сейчас в обед. Что у вас было? Ничего. Ну, сначала были в Турнхале, и потом там сговорили. Но больше знакомились, да? Угу. Как тебе, учительница твоя? Ну, хорошая. Нормально? Будут выдавать в школе компьютеры. Так вы там будете домашку делать или как-то работать, да? Нет, не знаю, написано, чтобы мы с телефона не спали. Такого у Маргариты не было. У Маргариты такого не было. Только в этом году она сказала. И прямо домой можно забирать, у каждого свой будет. Окей, прикольно. Какие у тебя книжки новые? Показывай. Это что? Это вам. Это нам. Это для родителей? Это потому, что я буду искать эту профессию. Профессию будешь искать? Потому что это вообще-то вам нужно делать. Мне помогать искать профессию. Ну, хорошо. Будем искать профессию тебе. Мы тебе уже нашли профессию. Учитель английского языка. Я? Да, ты же будешь учить английский. С ним хочу. Ты же сказал, что ты будешь сдавать это... Тест? Да, тест. Ну, это чтобы мне дали получше работу. Ну, вот это. А не чтобы... Нет. Ну, пойдешь в университет на языковой. Я посмотрю сначала. Покажи какие книжечки. Что у тебя это старая? Это нужно поменять, да? Вот это новая, восьмой класс. Это не есть. Грецкий. Это математика. А что у вас там по математике интересного? Будете делать ремонт? Как правильно подсчитывать, что ли? Не знаю. Математика у них. Это геометрия, нет? Да там все вместе. Там все вместе. Математика, геометрия. Понятно. Нужно завернуть в эти. А твои где учебники? Еще не дали. Еще не дали? Сегодня дадут. А тебе ключик от шкафчика тоже дадут? Нет, нужно покупать это вообще-то. Ты будешь покупать? Не нужен тебе? Зачем, если у меня есть. А вдвоем можно пользоваться? Можно. Но у меня есть второй ключ. А-а-а. Так дешевле, да? Ну да. А папа Маргаритовна, 3 года? Не знаю. Не знаю, да? Кстати, Маргарита собирается в лагерь. Какого сентября? Второго. Второго сентября. Видите? Лето прошло, каникулы прошли, они едут в лагерь на неделю. Второго сентября до девятого, считай, да? Смотри, это все мои контрольные. Все твои контрольные? Ей. За седьмой класс, да? Почему вам их отдают? Не знаю. Макулатура. 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 Тут у меня шестерка. Да ладно. Да? Да ладно. Вот шесть. Угу. Точно. Котик. Когда хорошая оценка, он рисует котика, да? Да, всегда. Прикольно. Ты накрасила или у тебя так покраснели? Покраснели. Да, многие заметили, что Маргарита волосы покрасила. Видите, какие у нее оттенок. Кажется, я ее не захотела. Фиолетовый. Фиолетовый. Это я ее красила. Конечно, не так она хотела, но немножко рыжеватые. У Ксюшки буква А в классе, а у Маргариты Б. Ксюша первый А, Маргарита второй Б. У них так считается, потому что они три года будут учиться в этой школе, поэтому первый, второй, третий год. А потом С. Мне стоит 130 франков. Носки, пижама, спортивная одежда, спортивная обувь. Спорт будем делать, для плавания. Да, сейчас будем кушать, и девчонки опять идут в школу. На этой пятнице я приеду домой водить. Каждые две недели будете готовить в школе? Да. Ну, хорошо. И еще у Маргариты пятого числа, каждого месяца, могут прийти родители в школу. Так что мы придем в следующем месяце, пятого сентября к тебе придем. И можно у тебя в классе сидеть, да? С тобой на другие уроки ходить. Прикольно. Насчет канцелярии, ребят, сразу говорю, что ничего такого особо интересного нет. Потому что девчонки ничего и не покупали. Только пенал они хотят купить, да, новые? Но это чуть позже. И, в принципе, я, по-моему, показывала даже канцелярию, когда я привозила с Кыргызстана карандаши, ручки. Вот этот вот пенал я Максу привезла. Как бы ничего такого особенного там нет. Поэтому неинтересно даже. Посмотрите влог, когда я приехала с Кыргызстана и вернулась. По-моему, я там в конце видео показывала, что я привезла. В общем, ничего такого интересного там нет даже. Показать не знаю, что. Маргарита уехала на велике, Ксюша отвезет папа. И обратно она, наверное, приедет на велике. Папа, цирок, она их не везет. Если девчонки поедут, да? Одна не хочешь? Не знаю, куда. А, ты дорогу еще не знаешь? Вот поэтому поехала бы сейчас с Маргаритой, да? Нет, обратно, когда со школы ты ехала. Нужно было с ней ездить. Она уже памятна. Телефон вы отдаете в школе? Ну, ты будешь, давай, давай. Она хочет, хочет. Ну, возьми меня с собой. Возьми меня с собой, пожалуйста. Иди, Бонни. Иди. Давай, пока. У нас остался Макс. Макс тоже сейчас уйдет через 10 минут. И Каролина идет в 2 часа. Да. В 2 часа. Каша-малаша. Пока всех четверих отправишь, в школу с ума сойти можно. И всем в разное время. Да, Каролин? Да. Да? Не болит твоя царапина? Нашка, да. Прям возле глаза. Прошлась. Опасненько. Подружку нашла себе какую-нибудь? Нет. С девочками познакомилась? Нет. Бокс, бокс. Высоко слишком она дает. Ой, ой. Ой, ой. Не больно тебе без перчаток? Нет. Нет? Нет. Мне кажется, больно. Она такая твердая. Только высоко слишком нужно пониже немножечко. Опа. И она тебе может по голове вернуться. Ксенчик. А что, велосипед сломался? Нет велосипеда. А где? Украли? В смысле нет велосипеда? Что, реально нет велосипеда? Нет. Что, реально? Нет. Украли велосипед в первый же день, Ксюша. Как ты? Конечно, иди на замке. Не на замке. Ой, ой. Папе смешно украли велосипед. Он смеется сидит. Нормально. А мы-то думаем, что ты не захотела ехать. Ну все. А что теперь делать? А там весело было? В старой школе. Шестой класс опять? Давай, только не плачь. Купим тебе калач. А звони, там Макс дома. Никто вообще не расстроен. Да ладно, велик был старый. Велик, этому велику уже лет шесть, наверное. Уже старый велосипед был. Еще покупали. Пошла домой. Мы уже съездили за продуктами. И забыли взять пакеты. Пришлось покупать вот эти бумажные. Теперь нужно как-то это все занести. Тяжелые. Так вот, чтобы он еще не порвался. Так, сколько у нас? Четыре, пять, шесть пакетов получилось. Лежит тут на вытяжке, наблюдает. Кто чем занимается. Да, Филиппуфик? Ему скоро годик. Десятого сентября будет. Большой мальчик. Не надо мне кусать, не надо. Ты что делаешь? Не знаю. А разве этим ручкой удобнее? Как себе. Так себе. Ты уроки сделала? У меня нету. Нету уроков? Хорошо. Для вас. Так, ну я тут почти уже все раскидала. В принципе, ничего нового. Сегодня купила вот такие таблетки для посудомоечной машины, потому что до этого покупала. И что-то не очень. Посуда вся такая какая-то белая, с налетом. В этот раз сделала немножко подороже. Ой, как раз, как раз она уже тут помылась. Вот такие вот какие-то стаканы. Видите, матовые становятся. Макарошки такие вкусные, хорошие. Ну и тут я уже... А, вообще-то киви не надо в холодильник. Я не туда заполкала. Нужно йогурт. Перепутала. Ксюша в последнее время кушает помидоры со специями. Нарежет себе кружочками, засыпет специи, а не все. Так, и лопает. Так, все, набрали моцареллу. Такая вот вкусная тоже. Она для салата пойдет, для всего. Забыла купить яйца. Самое главное. Так, у меня тут уже места мало. Это я сейчас буду готовить. Рыбу с рисом и салат. Орешки. Такие вот очень вкусные. Это вот тут фисташки. Тоже орехи и сухофрукты. Начинается у нас опять закупка для школы. Ну, в этот раз... Вот это вот тоже прикольный пудинг. Со сливками. В этот раз проще, потому что Максу уже, в принципе, можно брать с собой все, что хочешь. Можно брать булочки, там что-то сладкое. Это только в садик не разрешают. А в школу уже можно, например, вот такое вот. Булочка, внутри шоколад. Либо вот это вот. Вот эти вот хлебцы. И здесь формы шоколада. Тоже можно. Ну и все, в принципе. Овощи, фрукты. Хлебушек. Еще взяла себе. Вот это принесли. Все, орешки тут есть. Все, буду варить рис. Наш худенький папа. Посмотрите, как он похудел. Очень сильно похудел. Ты гламбри. Да, сейчас будем кушать. Все, рис у меня готов. Рыбка тоже уже на подходе. И салатик я сделала. Ты мне это, не забудь сказать, чтобы я тебе потом... Сейчас покушаем, я тебе сделаю. Книжки оберну. Они не очень длинные у тебя ногти. У нее ногти двухцветные. Ну-ка покажи. Сейчас они беленькие. Лак-хамелеон. Видите, кончики немножко голубые. А так, когда... Когда какая? Холодная? Угу. Когда холодно, они ярко-ярко голубые. А на солнышке они белые. Сейчас они беленькие. А если их... А если вот так вот натереть? Ну, они будут. А, они будут белые. Наоборот, от холодного. Ты занимаешься? Давай бегом, бегом, бегом. Вот тебе еще плюсик делаем, чтобы тебе нагрузка была. Давай. Вот так вот что-нибудь вкусненькое сюда повесить? Мам. А, Максу жилетку дали. Красивая жилеточка. Вот это вот отсвечивое. И когда машина едет, они светят фарами. И вот это светится. У нас еще светло, но время уже 9 часов. Мы не ходим. Ну, не ходи. Не ходи в школу. Кто тебя заставляет? Ну, хочешь, не ходи. Бонни ждет, наверное. Помогать хочешь? Помощница нашлась. В общем, сейчас я вытащу посуду. Загрузить посуду. Дети спать. Выкладывается время без 10-10. Каролина, футболку меняет. Это не пижамная футболка. Девчонки уже убеглись. Я это мыть. Давай. Ты зубы уже почистил. Зачем это мыть? Зачем? Грязное, что ли? Так что, ребята, на сегодня все. Буду заканчивать я влог. И когда будет следующий, я обещать не буду. Поэтому следите за новостями. Заходите на наш канал. Там канал, видео. Потом что там еще. В общем, там написано сообщество. Там я выставляю все наши новости. Когда видео выходит. Когда не выходит. Ты ушла. А пока не буду обещать, когда новый влог. Надеюсь, скоро. Кстати, бабочка наша улетела. Все. Пожила с нами. И улетела. Надеюсь, она улетела. Ее никто не съел. Потому что я поставила чашку на улицу, на столик. В принципе, птичек там у нас нет. Птички у нас не летают. Поэтому все-таки я думаю, что... Да видно, видно уже, что это твой кубок. Поэтому я надеюсь, что она улетела сама. Ее никто не съел. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok